Здравствуйте! Рада всех приветствовать! С вами снова Ирина Михайловна. Наша тема сегодня такая немножко снежная и летняя. Мы нарисуем елку, закрепим наши знания. Зимняя елочка и летняя елочка. Хотя она зимой и летом зеленая, но бывает зимой вся в снегу. Давайте посмотрим, что я вам приготовила и приступим к работе. Посмотрите, пожалуйста, что я вам приготовила. Вот такая вот прелесть. И зима, и лето. Ну что, начнем. Значит, просто карандашиком здесь примитивно вот так вот разделим все. Раз, линию земли здесь, линия земли здесь. Здесь мы укажем ствол. И здесь укажем ствол. На этой елочке мы сделаем вот такие вот веточки. Вы знаете, да? Помните из пройденного материала, что здесь шире, а тут уже некий треугольник нашей елочке напоминает. Вот. Внизу ствол. И с этой стороны тоже ствол. И мы сделаем тоже такие ветки. Елка у нас большая и пышная. Ну все, в принципе, вот мы выполнили. Давайте-ка теперь займемся цветом. Немножко приблизим вас. И начнем рисовать. Значит, я беру вот такую плоскую кисточку. Беру гуашь. И смело белой гуашью с помощью воды и этой кисточкой закрашиваю все вот это вот пространство. Можно не сильно это делать, слегка. Вот. У нас зима. Мы все вот так сейчас перекроем. Вот. Таким образом. Здесь тоже можно перекрыть. Нам так удобно будет. Когда мы будем красками другими основными цветами пользоваться, нам будет очень удобно. Мы сейчас сначала фон везде сделаем, а потом сделаем елочки. Вот так вот. Теперь, что нам надо? У меня там голубое чуть-чуть небо и желтенькое. Да? Вот тут мы чуть-чуть проходимся голубым цветом. Прямо по белому. Смотрите, оно само сразу растекается. Вот так. И вот так вот. Чуть-чуть буквально я сделаю. А теперь желтый цвет. Прямо желтеньким цветом. Вот хочется побольше солнышка, так как у нас елочка летняя и зимняя. Да? Зимой мы более темное небо сделаем, а лето у нас много солнца. Смотрите, сколько. И все закрашиваем. Кстати, на земле тоже нужно сделать желтеньким и использовать красивый зеленый цвет. Сейчас мы наберем зеленого цвета. Пусть подтекает у нас. Ничего страшного. Вот так вот. И тут немножечко пробежимся зеленым цветом. Вот такая вот суперская красотень. Теперь возьмем вот такую тоненькую кисточку. Круглую. Называется она круглая. Что мы сделаем? Мы нарисуем ствол. Пока мы рисуем светло-салатовым цветом. Указываем. Вот эти веточки. Между ними можно указать. Все так простенько-препростенько. И с этой стороны. Вот. Сделали, да? А теперь мы берем и нашей кисточкой. Можно круглой, можно плоской. прорисовывать. Давайте я покажу сейчас на примере плоской кисточки. Да, вот мы набираем на плоскую кисточку акварельную красочку или гуашевую. И начинаем вот таким образом прорисовывать. С одной стороны иголочки. Сейчас прям ничего не видно, но это не страшно. Но это не страшно. Мы когда с вами сделаем светлые, потом будем затемнять, делать темные иголочки. сейчас у нас практически ничего не видно. Вот так в одну сторону кисточкой и в другую сторону. Вот так вот. В одну сторону, в другую, в одну. Просто такие коротенькие мазочки делаем. Все одинаково не может получаться. Теперь мы возьмем темно-зеленый цвет. Прям темно-зеленый. Вот. И начнем подкрашивать наш ствол в определенных некоторых местах. Видите, да? Уже начинает появляться наша елочка. Вот как. И попытаемся немножко указать ветки. где-то там внутри есть короткие. Между длинными ветками у елок есть коротенькие веточки. Мы можем до конца вот так нарисовать, изобразить. Сейчас у нас прям лето. А потом вот такие вот делать мазки нашей елки. делаем из нее пушистую елочку. Смотрите, вот так в одну сторону. Вот так в одну. Каждую веточку проходимся. У меня тут темнее на рисунке. Здесь, посмотрите, какая светлая. Просто в зависимости от цвета. Где-то светлее берешь, где-то темнее. И в другую сторону. Кончики обязательно у елочек заканчиваем. Вот так. Мы ее как бы сделали сейчас более натуральной. Вот она какая красота. Зимнюю мы в принципе тоже справимся с ней. Вообще елки мы с вами проходили много разных вариантов. Ну вот, в принципе, вот наша елочка готова. Внизу здесь небольшую можно травку таким движением. Такие участки травушки, муравушки. Вот так вот положили кисточку свою и немножечко вот так вот изобразили. Все. Закончили, мои хорошие. теперь бумага у меня тонкая. Теперь вот эту елку. Значит, мы берем фиолетовый, темно-синий, голубой цвет. Это вот как вам нравится. я хочу и черного добавить цвета. Вот так вот, да? Сверху начинаем. И справа налево вот так размываем с помощью цвета. Ничего не боимся. И голубой цвет можно использовать, и фиолетовый. вот такое у меня небо. Здесь прям страшное у меня какое-то небо, да? Сейчас надо исправить это положение. Давайте-ка вот этим цветом. Фиолетовым, сиреневым можно ночное небо делать. Вот доходим до краешка. Вот. Еще раз набираем этот цвет. красота. Такая красота. Здесь немножечко разбавляем. Вот он у нас получился такой затемненный участок. Вот прям давайте мы сейчас его вот так вот разбавим белым цветом. больно уж темно стало. Так что мы сейчас сюда уходим. Ну вот такое вот у нас получается небо. Вот еще немножко голубого добавляем красивого. Небо зимой вот такое вот прям ночное у нас красотень. Сейчас еще возьму немножко голубого перекрою здесь чуть-чуть. Все таки не хочется такое мрачное небо. Передумала я. Вот. Ну вот в принципе мы закончили. Да? Краешки здесь подкрашиваем чуть-чуть. Просто такой триптих у нас получился. вот и переходим на нижнюю часть. Вот тут вот с краю у нас темнее под елочкой будет темно-синим цветом. Вот и тут край у нас тоже немножко темнее. чуть-чуть белого добавим и размоем за счет белого цвета. В общем здесь вот фантазируйте как вам нравится. Вот у нас елка здесь будет стоять под ней естественно будет гораздо темнее все. Она будет тень создавать. Ну вот таким образом. значит теперь что мы дальше делаем наша елочка. берем ствол да вот там у меня полностью все белое. Давайте мы ее изначально сделаем зеленый ствол потому что зимой вот так веточки в сторону опять отходящие и в эту сторону тоже исходящие ветки. А теперь что мы делаем мы берем вот сейчас у нас как раз подсыхает здесь более менее у нас же она изначально зеленая но там у нас все фиолетовое но мы тут сделаем тоже как бы ее зеленой вот так вниз темно зеленым все тут не видно немножко ну приблизите и рассмотрите просто вот прям чуть-чуть еле заметно наш зеленый цвет потому что у нас сейчас все белым перекроется и ничего видно не будет ну а теперь что мы сделаем а вот сейчас возьмем белый цвет и начнем ляпать прям этой же кисточкой плоской я беру и ляпаю вот смотрите вот так вот вот так вот вниз вниз вот так вот зелень перемешивается наша наша зелень перемешивается и подтекает даже все и наверх уходим теперь с этой стороны раз такие ляпы вниз можно еще и не так делать другим способом вот а наверху мы попробуем прям вот так вот смотрите у нас снег нападал и причем знаете макайте посильнее в красочку чтобы она была больше белой и краешки были белым и прям вот так вот заляпывайте смотрите где-то сильнее где-то темнее где-то светлей ну прям красота вот на ствол немножко можно попадать вот она какая прям вот этой кисточкой прям на нее набрали и пошли вот так вот ляпать ляпы такие точками точками можно пальчиком делать вот как вот какая суперская елка обалденная прям красавица какая вот ну и на переднем плане немножко снега вот так вот сюда наляпаем теперь нам надо подрисовать внизу выделяющийся ствол чуточку его надо выделить чтобы его было видно да где-то местами просвечивает наш ствол не все полностью где-то ветки можно указать видны вот таким образом наша елочка готова вот так вот что-то мы тут натворили мы с вами сегодня творцы вот вот такая елка одна и вторая все закрутилось у меня бумага промокла смотрите да как отличается вот здесь использованы были фиолетовые синие цвета основа вместо зеленого а потом белым сверху а здесь мы сделали зеленое зеленое только здесь добавили еще снег получилось зима и лето ну что я желаю вам удачи мы с вами молодцы немножко еще вот здесь хочется подтемнить чуть-чуть такую тень создать под елочкой же темно правильно ничего не видно и размыть этот белый цвет вот так всего хорошего желаю вам удачи можете забрызгать еще здесь фон просто взять белый цвет вот я вам уже тут уже напоследок вот так вот так прям и вот так если мы забрызгаем прямо этой же кисточкой вот такая красота везде можно накапать набрызгать и получается эффект снега всего хорошего вам до скорых встреч рисуйте ничего не бойтесь удачи